с вами обсуждать. Тема победы над одиночеством. Мы взяли семь каких-то основных пунктов, которые мы будем серьёзно изучать. Первый пункт — это одиночество, как признак недостаточно духовного развития, является главным пунктом. То есть если человек не развит, соответственно, он не может претендовать на счастливую жизнь. Второй пункт — одиночество, происходящее из неправильного представления о судьбе. Важно понять, что часто люди заблуждаются, просто не понимают, как правильно знакомиться, как правильно строить отношения, поэтому они остаются одинокими. Следующий пункт — это одиночество, исходящее из тяжёлой судьбы, которое, в принципе, преодолевается просто с помощью духовной практики. И не надо его воспринимать как домоклот меч, как обречённость, просто нужно знать, что делать, чтобы преодолеть его. Следующий пункт — это одиночество, происходящее из непонимания, как построить отношения. Нужно просто это понимание получить, мы об этом будем говорить на третий день наших лекций. Одиночество, как скрытое или явное нежелание с кем-то делить свою судьбу — тоже важная тема обычно современного общества, современного понимания вещей. И четвёртый день у нас будет победа над одиночеством, это техника молитвы, которая очень сильно помогает победить одиночество. И ошибки, совершаемые в духовном развитии человека. Вот такие темы, которые мы с вами будем обсуждать. Первая тема — одиночество, как признак недостаточно духовного развития. Одиночество, происходящее из невежественной жизни, заключается в том, что человек, когда он недоразвит душой, он в принципе не может быть семейным человеком. То есть невежество означает, что человек настолько замкнут внутри себя, он настолько сниженно имеет обмен и с людьми, и с Богом энергетический, что такой человек обязательно становится таким очень жёстким потребителем энергии людей, агрессивным потребителем энергии людей. Мужчина обычно ведёт себя очень агрессивно, жёстко, обидчиво, злится на людей, имеет какие-то трудности в половых отношениях. Обычно у него есть вредные привычки, такие как чрезмерное курение, спиртное, разврат. И часто бывает также теневой бизнес или в целом невежественная следа для общения, невежественная речь в виде мата, или человек просто имеет очень сильное, неправильное чувство собственного достоинства, или он слишком гордый, или наоборот слишком ранимый и ущемлённый психически. То есть невежественные люди — это люди, которые не развиты как Личности, и эта неразвитость всегда приводит вот таким вот жёстким проблемам, связанных с жизнью человека в целом, с жизнью в целом. Социум, который окружает такого человека, тоже не развит. Варится вот в этой каше невежественной жизни, и невежественная жизнь означает, что нет успеха ни в чём. То есть, а если человек успешен, то он успешен в криминальной среде, или успешен там, где также такие, как он люди, живут и развиваются, как могут. Для женщин невежество означает депрессия, означает сильная замкнутость. Также женщины могут иметь такие недостатки, как пьянство, курение, разврат, но это уже совсем никуда не годится. То есть для женщины такие привычки ещё хуже, более пакуно влияют, чем для мужчины. Для женщин невежество также означает сильная обида, обида на то, что было, на какие-то прошлые отношения. Невежество для женщин также означает сильная гордость, надменное поведение, считание себя лучше любого мужчины. То есть очень завышенная самооценка, чрезмерная. Для женщин невежество также означает неспособность понимать, как строить отношения с мужчинами в целом. Некоторые женщины очень завышенные требования предъявляют мужчинам, которые никто не может выдержать. Некоторые женщины, наоборот, ведут себя униженно с самого начала, настолько, что мужчина теряет интерес к такой женщине. Другими словами, всё это идёт от недоразвитости души, потому что первым явным признаком недоразвитости души является неправильная работа, чувство собственного достоинства. Именно эта неправильная работа является сутью невежества, потому что когда человек очень эгоистичен внутри себя, то это значит, что он находится на невежественной позиции жизни. По факту такую позицию имеют животные. То есть собаки, кошки, коровы, все они находятся вот в такой невежественной платформе, и они воспринимают себя как центр этой Вселенной. Им очень трудно понять, что есть другие какие-то интересы, кроме них. И фактически человек, который занимает такую же позицию, он просто, его душа, она ещё не знает, что такое, кто такой Бог, что такое внутренняя жизнь и так далее. Такой человек просто не хватает ему духовного развития. Он очень сильно замкнут на себе и поэтому несчастен. Иночество, происходящее из страстной жизни, жизни в страсти, также является большой проблемой современного общества, потому что невежественных людей не так много, но страстных людей очень много. И страсть означает, что человек поддаётся на вот эту современную рекламу счастливой жизни, которая заключается в том, что надо иметь большую квартиру, очень высокооплачиваемую работу, какое-то суперсверхобразование, также очень хорошую машину, иметь одежду. Какие-то внешние факторы жизни превозносятся очень сильно, и человек думает, что без этого никак невозможно прожить, без этого невозможно быть счастливым. В результате мужчины просто теряются в страстной жизни, они чувствуют себя ущемлёнными. Потому что когда мужчина видит, что он не попадает под те требования, которые предъявляет ему общество, то он или перенапрягается, чтобы попасть под эти требования, и это предупреждение лишает его возможности создавать семью, или он просто ломается одной из двух, и то и другое приводит к одиночеству. Для женщины всегда такие повышенные требования к внешней среде, повышенные требования к одежде, к квартире, машине и всё прочее означают, что она должна очень много работать, очень много учиться, чем женщины современные занимаются. То есть они тратят большую часть энергии и своей жизни на то, чтобы просто соответствовать тем стандартам общества, которые общество сейчас предъявляет человеку в страсти. Потому что это всё просто выдумки. На самом деле человек может жить счастливо совсем иначе. Не обязательно следовать всем этим процессам, которые диктуются современным пониманием вещей. Естественно, что у женщины энергетический ресурс, он идёт или на личную привлекательность и красоту, и отношения, или он весь идёт в работу. Если у женщины ресурс идёт в работу, то, соответственно, у неё не хватает сил создавать семью, у неё нет внутренней возможности, она становится несчастной и, соответственно, одинокой. Потому что несчастные женщины никому не нужны. Все нужны счастливые, красивые, любимые. То есть это означает энергии. Это означает энергии, к которой привлекаются мужчины. Следующий вид одиночества, такой странный вид одиночества, тоже связанный с недостаточностью духовного развития, потому что почему люди, возвращаемся назад, живут в страсти, потому что так работает их эгоизм. Если их эгоизм не очищен от неправильного представления о жизни, то они очень сильно настроены на внешнее счастье. По факту это также означает, что человек не имеет способности, возможности удовлетворяться внутренним миром, внутренней жизнью, испытывать счастье от гармонии с природой, с людьми, с Богом. Это значит, что приходится искать какие-то внешние радости, чтобы замещать эту нехватку внутреннего счастья. Таким образом, жизнь страсти также по факту означает недоразвитость души, недоразвитость души. Развитость души означает, что эгоизм работает правильно у человека, у него чувство собственного достоинства, направленная любовь к людям. И самая главная ценность для такого человека — это любовь. Любовь к природе, любовь к людям, любовь к Богу. Следующий вид одиночества происходит из того, что человек, в общем-то, живёт в благости. Но это интересный такой тип благости. Человек ставит свои достижения, интересы в отношении к самим собой выше, чем любовь. То есть человек вроде бы живёт в благости, но он очень сильно озабочен своим здоровьем, своим питанием, своей молитвой. А он сильно очень своим счастьем озабочен, постоянно думает об этом. И это означает им персонализм. То есть такой человек, по факту, он не сильно интересуется кем-то вокруг. Для него главный комфорт — счастье личное. Он ищет личного счастья в правильной жизни. То есть если все люди вокруг питаются неправильно, он и брезгует. Если все люди вокруг ведут себя неправильно, он и брезгует. Если все люди вокруг не приносят ему счастья, значит, они ему становятся неинтересными. Фактически это тоже эгоизм, только очень скрытый от глаз. Внешне кажется, что человек делает всё правильно. Он настроен на то, чтобы думать о Боге. Он читает духовную литературу, такой человек. Он пытается без мяса, он не выпивает. Такой человек разговаривает вежливо. Но он всегда очень сильно реагирует на то, как все вокруг относятся к нему. И он всегда ищет только благостную среду. В храм он ходит для того, потому что там самое счастливое место. Поэтому по этой причине он ест также свечёную пищу, что это самая лучшая пища. Он ходит, ездит в святые места, потому что там хорошо, общается с духовными людьми, потому что с ними лучше общаться, они хорошие. Таким образом, опять, это тоже эгоизм. Только эгоизм такой очень сильно скрытый от глаз. Человек, который не хочет отдавать свою жизнь кому-то ни было, никогда не может быть по-настоящему счастлив и жить в семье. Вот такой вывод. Следующая тема — одиночество, происходящее из неправильного представления о судьбе. Вернее, возвращаемся назад к предыдущей теме. Когда человек выходит на уровень благости, в благости, в которой он хочет служить другим, женщина по-женски, мужчина по-мужски, и когда у него также есть такая возможность, потому что сейчас многие женщины по судьбе не имеют возможности жить без работы, им всё равно приходится давать силы и на труд. Но когда даже человек в этом случае, он целью жизни, женщина должна поставить любовь, мужчина должен поставить целью жизни личное совершенство на благо других, и когда человек утверждается в правильных целях, становится развитым, ему обеспечена семья. Такого не может быть, чтобы он был развитым один. Развитых людей очень мало. Как только они появляются на горизонте, все люди обращают на них внимание. Они не могут быть просто, в принципе, одинокими. Одиночество, происходящее из неправильного представления о судьбе. Часто люди думают, что судьба формируется в результате наших мыслей, а не поступков. В результате появляются одинокие мечтатели. То есть, допустим, человеку хочется семья. Он постоянно мечтает о том, какой должен быть муж, какая должна быть жена. И вот в этих мыслях человек живёт, у него такой мечтательный вид очень. И когда он видит реального человека перед собой, он думает, нет, нет, это не мой человек. Это не мой, потому что мне положено другому. Это подтверждается также различными романами, в которых чётко как бы определено, он читает такой роман и видит, вот, человек мечтал о таком человеке и точно получил, точно такого же человека, как мечтал. Есть очень много различных замечательных историй, подтверждающих это, различных представлений, стихов и так далее. И когда мечтатели, они обычно поэты, они обычно читают это всё, изучают и укрепляются в той мысли, что им нужен именно такой человек, о котором они мечтают. Но интересно заметить, что в жизни это фактически никогда не совпадает с реальностью. Допустим, мы мечтаем купить вот такой-то вид хлеба. Идём в хлебный магазин, приходим, этого вида хлеба нет. И что, вы останетесь голодным? Ясно, что вы купите другой вид хлеба. Это понятно. Потому что голод не тётка. И человек, который не понимает, что жизнь то же самое, женщине нужен муж для того, чтобы прожать детей, уже пора. Уже голод в этом направлении развит. Но она, тем не менее, всё-таки мечтает о своём принце. Почему? Потому что по факту она замуж не хочет. Она не голодная, она хочет оставаться одной. Вот в этом заключается тайная проблема всех людей, которые неправильно представляют свою судьбу. Они, в общем-то, жить в этой судьбе и не хотят слишком сильно. Они хотят вариться просто в своих мыслях. Они не хотят жизни. Мне нужна жизнь. Это означает недостаточно развитость разума. Потому что разум всегда действует. Это деятельная структура. А ум — это структура, которая хочет получить всё просто так. Если человек не развивает свой разум, будь то мужчина или женщина, несомненно, остаётся одиноким, потому что судьба посылает ему варианты. Но эти варианты не принимаются, потому что это же надо трудиться над собой, рядом с этим человеком. Нужно страдать, мучиться, а не хочется. Отсюда возникает следующий пункт — одиночество, происходящее из неправильного представления о судьбе. Это несоответствие между желанием и действительным. Часто люди желают одного, а действительно совсем другая. Например, если я хочу мужчину-вегетарианцев, насколько сокращается возможность выйти замуж? Потому что вегетарианцев по статистике в населении сейчас всего не более 5%. Получается, что остаётся только 5% вариантов из 95% отметаются. Хорошо. Я хочу вегетарианца, который ещё не пьёт. Не пьющих мужчин всего 45% населения современного, допустим, в России. То есть 45% делим на 2,5% вегетарианцев. 5% вегетарианцев получается 2,5% из всей популяции мужчин. Ещё дальше разделить возраст, потому что есть молодые мужчины, моложе. Ещё на 2% делим, получается 1% всего вариантов, которые возможны. То есть количество из 100 мужиков, один всего, может иметь право на меня посмотреть. Но для этого надо быть такой красавицей, чтобы 1% всего мужиков падал в оморок из 100. Тогда есть какая-то гарантия, что из этого 1% ты выберешь в себе того, что тебе понравится. Это реальность жизни, что мужчины часто более деградированы, чем женщины. Это связано просто с Конституцией, потому что у женщины с рождения психика более устойчива, чем у мужчины. Она обычно из страха, который является её природой, не действует неправильно. Она всё делает правилом себя женщины. Мужчины, наоборот, склонны всё испытывать и испробовать, и поэтому, соответственно, они всегда неправильны. Дальше гиперответственность по поводу личной жизни. Часто люди, тоже мужчин больше касаются, они думают, «Так, я женюсь, а если не на той, то тогда что? Тогда всю жизнь страдать? надо думать». И вот они думают. Так и в Америке в среднем 5 лет думают, прежде чем жениться люди. Это статистика. То есть они ходят и думают друг с другом. То есть они очень там, самая разумная нация на Земле, они думают постоянно. У нас, конечно, меньше таких думальщиков, но в современной обществе тоже хватает, потому что люди сначала нагуляются, когда человек гулять начинает, одна девушка, вторая, третья. Мужчина, когда гуляет, он уже контактирует с нижними центрами психическими женщинами. В результате он оскорняется её недостатками. Такой мужчина, нагулявшийся, он не может видеть в женщине чистоту, а видит в ней всё плохое. И первый контакт с женщиной, он уже сразу, вот это я уже встречал. Нет, такая мне не нужна с такими недостатками. А недостатки есть у всех людей. То есть нет женщины без недостатков вообще. Мне на лекции иногда мужчины встают, говорят, у меня у жены такой вот такой, такой недостаток. Я потом говорю, поднимите руки женщин, там сидит тысяча человек в зале. У кого такого недостатка нет? Ни одна не поднимается. У всех есть. Так когда, тогда что у тебя, какие варианты вообще? Вот. И следующий вариант, также неправильное представление о судьбе, это безответственность по поводу личной жизни. То есть особенно бывает у мужчин. Если одинокий мечтатель — это женщины, несоответствие между желаемым и действителем — это женщины, то гиперответственность по поводу личной жизни — это мужчины чаще всего. И безответственность по поводу личной жизни — тоже мужчины чаще всего. Ему уже 35, ему говорят, «Ты чего не женился-то до сих пор?» Он говорит, «Ты чего, надо?» То есть он ещё не понял, надо ему или нет. То есть он просто оживёт, гуляет, если что-то понадобилось, ему секс понадобился, нашёл себе секс, сейчас это без проблем. Завались, как говорят, хватает возможностей на каждом углу. И человек гуляет, гуляет, не женится. И его спрашивают, «Ты чего, не женат-то до сих пор?» Он говорит, «Да чего и так хорошо, нормально, живём-то идём». Ну то есть человек, кто уже там 40, и он начинает репчат, думает, пора жениться. И вот, соответственно, брать замуж надо брать на 20 лет младше, или на 15, чтобы родить смогла. Ну и так далее, то есть вот такие проблемы. А ей уже такой не нужен. Отгулявшийся, поручит Ильжевский такой, 40-летний, смотреть даже противно, а не то, что замуж выходил. Вот это тоже такая же у нас есть картинка, которая бывает в жизни. Одиночество, исходящее из тяжёлой судьбы, здесь уже как Бог велел. То есть в прошлой жизни человек получает какую-то проблему. Например, у человека бывает или слабое солнце, то есть очень сниженная самооценка, на него смотреть-то страшно, не то, что замуж выходил. То есть мужчины обычно такие зачуканные, женщины обычно очень обидчивые. Два слова сказал, она сразу обижается. Или наоборот, очень гордый человек. То есть мужчина, когда очень гордый, женщины его боятся. То есть он идёт себя так, что там она, допустим, ему что-то не то сказала, он сразу... Ну и тогда до свидания. То есть как можно с таким человеком жить? У женщины чрезмерная гордость означает, что к ней даже люди не подойдут. То есть она так выглядит, что мужчины, бывают такие женщины, я спрашиваю, почему она... Она говорит, все говорят, что они до меня не дотягивают. Не то, что они до тебя не дотягивают, просто ты очень сильно себя оценишь, и разу сильнее, чем человек может себя оценить в принципе. Это тоже означает неправильная работа Солнца. То есть эта энергия Солнца даёт человеку такую проблему. И это означает, что у неё тяжёлая судьба. Очевидно, он в прошлой жизни заслужил такого отношения к себе. Холодная Луна означает, или чрезмерно чувствительная, означает, что отношения развиваются очень медленно, потому что человек не чувствует любви. Он говорит, у меня нет любви никому. Такие люди могут в принципе жениться, если и долго встречаться, общаться. Или наоборот, слишком чувствительная Луна означает, что человек хотел бы влюбиться, но чувствует, что будет трудно с этим человеком. И трудно практически со всеми. Это означает сильно чувствительная Луна. Сильно чувствительный Марс у женщины означает сильная обидчивость или такая агрессивная обидчивость марсианская, не венитерианская, когда женщина, она обижаясь, ругается. Или наоборот, женщина похожа на мужика и очень трудно взять замуж, потому что она имеет много мужских качеств, сильный Марс. У мужчин чрезмерно сильный Марс означает половые извращения, страшный вид, такой промалей какой-то, трудно смотреть даже на него. Или наоборот, муля не нервируй меня, такой слабенький, замученный, несчастный. И как бы тоже за такого выходить замуж надо подвиг иметь. Сильное очень сердце сострадачи женщины замуж выходить за такой свой. Бывает, что слабый Меркурий у женщины означает, что она просто дома сидит и смотрит в стенку. То есть она ни с кем не общается, такое как растение одинокое. Или наоборот, очень перевозбужденный Меркурий означает, как это там в этом фильме с легким паром, там была подружка такая, не могла остановиться, как постоянно разговаривает. И мужчина — это тяжело переносимая вещь. Побыть с такой женщиной пять минут уже, все силы кончились сразу. Она на себя очень много внимания забирает. Для мужчин плохой Меркурий означает, что он разговаривает молча с женщиной. То есть он с ней ходит и разговаривает с ней, но та не открывает, он совсем согласен, как бы все правильно, но молчит все время. Некоторым нравится, конечно, таким балдивым. Но в основном они не понимают, как с ним жить, не о чем поговорить, не о чем поговорить, не о чем спросить. И наоборот, перевозбужденный Меркурий у мужчины — это хвастунишки такие, хвастаются, ходят, валятся все время неприятно. Слава Юпитера у мужчины означает, у женщины означает очень депрессивное поведение, а перевозбужденный, гордый Юпитер означает очень умное, тоже трудно выйти замуж. Мужчина слабый Юпитер означает, что такой мужчина безинициативный, тоже сидит как клушка дома, ничего его не интересует. Или перевозбужденный Юпитер у мужчины означает, что человек так сильно погружен в свои идеи, что ему некогда подумать о семейной жизни. Ему, если кто-то напомнит об этом, он подумает, да-да-да, а потом опять свои идеи, до свидания, семья. Славая Венера у женщины означает сильная обидчивость, невозможно сильная обидчивость, а перевозбужденная Венера означает, что женщина гиперсексуальная, и мужчины боятся просто таких замуж-братьев, вдруг изменят. Для мужчины слабая Венера, означает, что мужчина пессимистичный по своей природе, постоянно ноет, ходит. Перевозбужденная Венера, слишком активная для мужчины означает, что он такой весь слащавый, как женщина, и часто даже сережки носит всякие там. Ну то есть тоже смотреть так тяжело, для женщины очень трудно принять такого мужа. Слабый Сатурн для женщины означает, что ветер дунул, она устала, постоянно устала, сидит дома, никуда не выходит. А чрезмерно сильный Сатурн означает, как конь. То есть она постоянно тык-дык-тык-дык, и очень трудно с любовью общаться, потому что коня на скаку остановит, в горячую избу войдёт. Потом мужику ещё на чехвостик, и, в общем, тяжело. Ну а слабый Сатурн у мужчины означает, что человек такой неразбитый, зачуханный, ободранный, трудно с таким жить, бедный обычно, нищий. А чрезмерно сильный Сатурн означает, что он давит. С ним женщина общается, он давит на неё, и она боится рядом с ним, потому что сильное давление. Сильный бывает и негативный Раху, это часто у нас в стране. Слабый Раху означает, что обычно у женщин, когда чуть-чуть не так сказал, и всё, и расстройство. А сильный Раху у женщины означает, что она страшный вид такой имеет, что к ней подойти трудно. Сильный, слабый Раху у мужчины означает, что мужчина очень трусливый, а сильный Раху означает, что, наоборот, матершинник. Сильный Кету, слабый Кету обычно означает, означает, какая-то тяжёлая судьба, ну, как в одиночество с рождения, там, детдом, там, интернат и так далее. Сильный Кету, холод внутри, невозможность с человеком строить отношения, очень циничное отношение. Для мужчин сильный Кету, слабый Кету означает, и также тяжёлая судьба, тюрьмы там всякие, и сильный Кету означает нет интереса к личной жизни, обычное монашество. Итак, следующее, о чём бы мы с вами должны поговорить, это одиночество, происходящее из непонимания, как построить отношения. Также мы говорим сейчас о знакомстве, то есть мы говорим не о неправильных представлениях о судьбе, а просто о знакомстве. И когда женщина часто бывает имеет повышенные требования к мужчинам, то есть она смотрит на человека, и, соответственно, она не может с ним познакомиться, потому что требования не соответствуют её ожиданиям. Повышенные требования к женщинам — то же самое, там себе непонятно, кого ищет человек. Часто бывает так, что у человека просто недостаток привлекательности и харизмы у мужчин. То есть женщина недостаточно красивая, и, кстати, в этом случае обычно она имеет очень много внутренней красоты, так бывает часто. И таких женщин надо просто выдавать замуж. Так как у нас в современном обществе, в современной культуре таких правил не существует, то такие женщины с хорошими, очень качественными внутренними часто остаются одинокими из-за того, что на них не обращают внимания, им надо просто, наверное, учиться рисоваться как-то вопреки своим естественным желаниям. Вот, то есть иногда это бывает просто мусульманское, допустим, воспитание, когда женщина даже в класс не поднимает. Но нужна для этого и мусульманская семья, чтобы ее выдавали замуж. Но если такой семьи нет, или, допустим, не понимают в этой семье, как надо правильно с такими девушками обращаться, то, соответственно, она одна. У меня был такой пример в Индии, знакомый мой человек, у них дочка, еле-еле ее выдали замуж, она очень скромная, с хорошими качествами, даже красивая, но никуда не ходила гулять, ни с кем не общалась, и ее с большим трудом вызвали, но отдали замуж. И недостаточность харизмы у мужчины означает, что мужчина как мужчина не выглядит, как мальчик. А девушкам, естественно, мальчики не нужны, нужны развитые люди, на которых можно полагаться в жизни, и это вызывает сомнения. Неправильные ожидания от семейной жизни часто бывают причиной того, что люди уже познакомились и потом разбежались, потому что они не понимают, что семейная жизнь не означает сплошное ломбадо. Есть песни, да? Музыка провалась. Ну то есть ломбадо, им нужна ломбада постоянно, чтобы семейная жизнь, как ломбада кончилась, так и разбежались. То есть неправильные ожидания. Одиночество или скрытое, или явное нежелание с кем поделить свою судьбу. Такая бывает причина. Бывает, что девушки очень склонны к спокойной и тихой жизни, а семья и дети означают свистопляской, поэтому они боятся просто. Даже она и хочет замуж, знакомиться с человеком, чувствует, что тихой жизни не будет. И до свидания. Мужчин такая же причина, это слабые возможности в самообеспечении, и поэтому мужчина даже не знакомится, потому что он чувствует, что не потянет жену. И поэтому он живёт один, там если есть возможность сексом занимается, где-то если нет, то просто страдает. Дальше слабые возможности в отношениях. Мне ко мне, я видел такую парочку одну, пришли на консультацию, мастеровок, сказал, что плохая совместимость. На самом деле, я смотрю, они вообще общаться даже не могут. Я говорю, как вы познакомились? Сидели рядом, что-то начали сговаривать, потихоньку. Оказалось, что не было у них никаких отношений до этого никогда. Похоже, никогда и не будет. Я говорю, а вы что астролога-то послушали? Они говорят, да мы подумали, что больше никого встретить-то не сможем, поэтому мы решили вместе остаться. Слава Богу, что огрешили. Ну то есть люди просто не могут устроить отношения, им стыдно, стесняются разговаривать даже с другими людьми. Это также называется замкнутость и отчуждённость. То есть есть люди просто, у которых есть уже определённые трудности психические, и они просто замкнуты в себе и варятся в свои каши, и поэтому, соответственно, они могут создать семью. И есть ещё одна тема, серьёзная для обсуждения, это имперационализм, когда человек просто не может понять нужду другого человека. У него просто нет такой возможности в сердце. Он понимает только свои нужды. Хотя он может быть порядочный, хороший человек. Это может быть женщина или мужчина. Такой человек обычно начинает строить отношения, потом человек видит, с кем он начал строить отношения, видит, что его не понимают. Просто его видят и не понимают, и создаётся большая трудность дальше. И в последний день, четвёртый день, мы будем говорить о технике молитвы, мы будем говорить о первой стадии приближения к победе, о которых я сейчас говорю на каждой лекции, потому что это самая актуальная тема для людей. Первая стадия приближения к победе — это понять, что мужчины не виноваты, женщины не виноваты вокруг, президент страны не виноват, что они не замужем, также не виноваты общества. А вина находится, это вторая стадия где-то между мной и ими. То есть вроде бы общество не такое хорошее, но и я тоже не такая хорошее, и поэтому я не замужем. Ну то есть первая стадия победы над судьбой — это оторваться от источника проблем. Все мужчины плохие, все женщины плохие, надо понять, что проблема возникает в результате такой жизни, в которой мы живем. А потом дальше, на третьей стадии приближения к победе, человек начинает считать себя причиной вины. То есть он начинает чувствовать, что он в общем-то сам виноват в том, что с ним происходит, и поэтому над собой и надо работать. Это с этого момента начинается победа над судьбой. Кстати, для того, чтобы прийти в эту точку, также нужна молитва. У нас был такой интересный случай. Женщина вышла на сцену для того, чтобы мы за неё помолились, чтобы она решила свою проблему внутреннюю. И интересно, что она в конце пожелания счастья, там с ней поработали, потрудились, а она вдруг осознала, что она виновата сама во всём. А все остальные уже там чувствовали хотя бы первую стадию победы. То есть она просто приблизилась к самой возможности работать над собой, потому что до этого она считала сильно виноватым кого-то другого. И тут вдруг, у неё ничего в сердце не произошло, ни успокоения, как эти три стадии мы разбираем победу над судьбой. Но зато она поняла, что она во всём виновата сама. И таким образом вышла на возможность работать над собой. То есть все силы людей, которые изживали счастье, привели её к этому моменту. Разум её включился. И три стадии победы над судьбой означают, что на первой стадии человек в результате молитвы начинает чувствовать в сердце спокойствие. У него, как бы он чувствует, что у него будет в жизни всё хорошо. Хотя он в это время не вспоминает источник своей проблемы. Он просто считает, что у него сейчас уже всё нормально. На второй стадии человек вспоминает сначала источник проблемы и чувствует, что он может на него воздействовать, реагировать. И в конце второй стадии он может даже общаться с человеком, который причинил ему проблему. Или, допустим, девушка начинает правильно общаться с молодыми людьми. Если мы говорим об одиночестве, это на второй стадии победа над судьбой. И на третьей стадии она не просто общается, уже влиять начинает на неё. А когда её влияние достигает максимума, то она, соответственно, выходит замуж. Это всё делается с помощью молитвы. И технику молитвы мы будем в четвёртый день нашей беседы подробно обсуждать. Следующее следует знать, что существуют такие феномены, которые связаны с ошибками вообще в целом самосовершенствований. И самая первая ошибка в самосовершенствовании является оскорблением старших или оскорблением верующих людей. Если человек такую ошибку совершает, то вопреки ожиданиям он погружается дальше в эту пучину. Например, я недавно шёл мимо синагоги одной и увидел одного человека, который орал и постоянно оскорблял в целом евреев. Я посмотрю, он вроде бы верующий человек, но в его глазах дышали гневом, дышали гневом и злобой. И он постоянно в этой злобе находился. И ясно, что если человек в такой злобе живёт, как он, кто сможет с ним жить? Хотя человек, ещё раз повторяю, занимается самосовершенствованием, он уже выбрал свою веру, достаточно развился духовно, но совершил ошибку, начал совершать оскорбления на верующих другой традиции. Ну, часто даже люди совершают ошибки на верующих своей традиции. То есть они делятся на какие-то кланы там, делятся на какие-то группировки и враждуются этими группировками, потому что такие люди ставят идею выше людей. Каждый человек имеет право верить в Бога. Но когда человек идею выше людей ставит, он считает, что верить в Бога надо только так, как я верю, другому нельзя. Поэтому такие люди, соответственно, начинают очень сильно погружаться в эту внутреннюю вражду. И это может так стать сильно, так настолько сильно, что человек теряет возможность создать семью. Такое тоже может быть. следующее неправильное развитие духовное часто приводит людей к одиночеству, потому что они, как мы уже говорили, становятся замкнутыми внутри вот этого чистого круга общения, который бывает очень узким. И в результате человек, сужая свое общение, соответственно, лишается возможность выйти замуж или жениться, потому что недостаток общения возникает в результате вот такого благостного настроения, в кавычках. Обычно благостным женщинам положен немножко менее благостный мужчина. Допустим, женщина-вегетариантка скорее всего выйдет замуж за мужчину, который только встал на этот путь, но еще употребляет мясо. Верующая женщина обычно выходит замуж за мужчину, который не верит в Бога, но интересуется этим и так далее. Если женщина повышает планку, потому что женщине легче начинает заниматься духовной практикой, если она планку завышает, чуть-чуть хочет себе такого же, как она, то, скорее всего, это в результате этого получается одиночество. Лень также может быть признаком духовного развития, как ни странно, потому что люди, когда духовно развиваются, часто бывает, что они теряют интерес к работе и теряют интерес также к отношениям, потому что вся их энергия уходит на духовную жизнь. Они приходят домой и уже никуда не хотят ходить, ничего не хотят, их ничего не интересует, потому что у них нет сил. Это тоже вот такой побочный продукт развития часто бывает. Часто бывает недостаток знаний. Например, мужчины, изучая какие-то духовные науки, начинают гипертрофировать свое представление о правильной женщине, то есть она должна ходить с неподнимаемыми глазами, должна все время кивать, вот так вот должна со всем соглашаться, быть девственницей, соответственно, в 30 лет, то есть ему 40, в 30 лет она должна быть девственницей. Ну, то есть, ну, какие требования, что шансов вообще нет, ну, только если у следующей жизни на высших планетах там где-нибудь, можно найти такую женщину. Недостаток знаний, просто человек не понимает, куда он попал в такой мир. И часто бывает так, что человек, занимаясь духовной практикой, перестает предлагать достаточные усилия для того, чтобы организовать свою личную жизнь. В основном он организует свою духовную жизнь, и у него нет возможности организовать личную. В принципе, я осветил всю тему, и мы можем больше времени делить ответы на вопросы и двигаться дальше. Мы опережаем график чуть-чуть. Все эти темы, которые я сейчас рассказал вкратце, они будут очень детально разобраны на следующих лекциях. Я могу ещё раз повторить. Первый день, то есть, во второй день мы будем говорить о одиночестве, происходящее из неждвежественной жизни более подробно, о одиночестве, происходящее из жизни в страсти, и одиночестве, происходящее из благости, неправильной благости. Также мы во второй день поговорим о одиночестве, происходящее из неправильного представления о своей судьбе и одиночестве, исходящее из тяжёлой судьбы. Мы будем перечислять планеты, различные влияния неправильные и так далее. Третий день мы будем говорить об одиночестве, происходящее из непонимания, как построить отношения. Будем разбирать ситуации разные, и пытаться разобраться в себе, как это так. И в третий день мы будем говорить о одиночестве как о скрытом или явном нежелании с кем поделить свою судьбу. И весь четвёртый день мы посвятим победе над одиночеством, будем говорить о технике молитвы более подробно, будем говорить о трёх стадиях приближения к победе, трёх стадиях победы. И также поговорим об ошибках, совершаемых в духовной жизни, развитии себя как Личности, потому что путь самосовершенствования несложный. Это путь по острию бритвы или по канату, как говорят. Поэтому человек должен знать, куда его не должно заносить. И мы таким образом с вами закончим нашу беседу. Надеюсь, что это даст полную картину понимания о том, что такое одиночество.